Здравствуйте! Приветствую вас на канале Нотик! Сегодня мы рассмотрим очень интересный трансформер от фирмы Lenovo, а именно Yoga 53014. Он стильный, он тонкий и он стоит недорого. Давайте посмотрим на него поближе. Крышка ноутбука, как и ее дно, сделана из пластика, а не такого голубого цвета, небесно-голубого. Все вам так больше нравится. И у нас присутствует здесь надпись, ну, вместо сотни слов, просто Yoga, потому что все знают, что там, где Yoga, там и Lenovo. Рабочая поверхность выполнена у нас из алюминия. Присутствует такая шлифовка вертикальная. Клавиатурный блок у нас без дополнительных клавиш, само собой, такая 14-дюймовая модель. Профиль у нас средний. Кстати говоря, клавиатура отличная, нажимается характерной отдачей, набирать текст было великолепно. Даже поиграть в тот же самый Painkiller, который я позже о нем расскажу, запускал его, было вообще отлично, проблем не возникло. Тачпад среднего размера, нажимается в любом месте. Он удобный, ну, единственное, что я больше пользовался Bluetooth-мышкой, но им пользоваться можно. Жест распознает хорошо. Также, как бонус, здесь присутствует сканер отпечатка пальцев, который мы установили в единственном верном месте, подальше от тачпада. Диагональ дисплея у нас 14 дюймов, разрешение Full HD, как вы можете видеть, у нас тоненькие рамочки дисплея. Камера здесь маленькая, тоже находится сверху. Все великолепно. Единственное, что смущает немножко, довольно широкий черный зазор, но, в принципе, когда он в таком виде или в таком виде, на него не сильно обращаешь внимание. Может, как профессионисты смущать, что слово Lenovo перевернуто, ну да ладно. Экран хороший, хорошая IPS-ка, с хорошими углами обзора. У меня к ней только одна претензия, довольно темная. Вот сейчас все, что вы видели, это была максимальная ее яркость. И, ну, рядом с ярким источником света работать все очень-очень-очень сложно. Да, минус, но что поделать. Звук. Звук у нас, ну, два динамика. Вот они расположены, резонируют от твердых поверхностей, чтобы получить эффект surround. Но звук, ну, очень-очень средненький. Для YouTube киносаха достаточно. Музык слушать, ну, нет, я бы не советовал. Лучше наушники использовать. Порты и коммуникации. У нас здесь присутствуют два USB обычных, один Type-C, есть HDMI, без всяких извращений, обычный полноразмерный HDMI. Комбинированный аудиовыход и картридер, само собой. Кстати, кнопки подключения сбоку находятся. Жалко, что сюда не перенесли качельки кнопки. В плашебном режиме было бы удобнее пользоваться. Толщина он 11 см 8 мм, а весит на 1 кг 600 г. Многовато, конечно, но для утробука сойдет. Так, все-таки здесь стальные петли, все такое нужно, чтобы все это нормально фиксировалось. Поговорим немножко о производительности конкретно этой машины. Здесь у нас процессор Pentium двухъядерный, поколение KBLX, 4 гигабайта оперативной памяти DR4. SSD накопитель на 128 гигабайт, что важно, он PCIe-шный. И здесь уже установлено Windows. Вы можете сказать, что погодь, 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 Pentium, ну, это вообще не серьезно, это вообще непонятно для кого сделано. Я тестировал Pentium уже не раз, он производительности на уровне i3, который порезанный, 6.6, то есть для повседневных нужд его хватает более чем. Есть также довольно неплохое видеоядро, само собой, кому в голову придет поиграть на таком аппарате, мне пришло. Я вот перед этим протестировал, можете посмотреть, сейчас у вас на экране появится. Здесь запущена AIDA, параллельно тестируется CPU и встроенная графика. Выше 263 градусов здесь не бывает, как видите, процессор не сбрасывает свои частоты. Все отлично, он себя чувствует, хотя говоря, охлаждение здесь активное. По что я поиграл? Я поиграл в довольно старые игры. У меня было в свое время, когда был PC, у меня был он очень старый, соответственно, слабенький. Все, как обычно, бывает со старыми слабыми PC. Здесь пошел Oblivion на высоких настройках, 45 кадров, все выкручено, плюс моды установлены, текстуры. Здесь пошел Painkiller, который все время не смог пройти, потому что мой ПК его тупо не тянул. Здесь без проблем поиграл в такую игру, как Проклятые земли. Если кто помнит, 1С такую издавал, мне она очень нравилась. Я играл ее в 6 FPS на открытом воздухе и в божественные 12 FPS в подземельях. Великолепно. То есть с этими играми проблем нет, также можно всякие в Warcraft поиграть, третий и тому подобное. Если вы что-то не прошли в своем прошлом, на этом аппарате вполне можно сделать. Учитывая, что он практически не греется, а пенсиум будет за глаза. Что касается производительности процессора, как вы поняли, по крайней мере для меня, его более чем хватает для повседневных нужд. Чего мне не хватало, это все-таки оперативная память 4 ГБ. Если вы особенно работаете с Google Chrome, этого маловато. Но если вы так буквально пару вкладок открыто, слушаете музыку, что-то печатаете, ну, с головой хватит. Также стоит отметить, что стоит конкретно этот аппарат 36 тысяч рублей. Это недорого. Здесь есть такие плюсы, как хороший дисплей. Здесь есть подсветка клавиатуры, что довольно большая редкость для бюджетных... Мы зовем это бюджетный, бюджетных трансформеров. Производительности, как я уже сказал, для меня достаточно. Оперативной памяти, ну да, тут без вариантов. Windows установлен, немножко не хватает яркости дисплея, но это можно, опять же, простить за такие деньги. Звук громкий, да, слушать музыку не очень комфортно, тоже да, но, опять же, можно использовать. Активное охлаждение, опять же, с пенсиумом, не знаю, нужно оно или нет, оно есть. Сильно не прогревается процессор, тоже хорошо. У меня есть только два вопроса. Первый, это почему, вот, например, я с удовольствием купил бы такой аппарат на i3 с 8 ГБ оперативной памяти. То есть, вот, вот, возьмите мои деньги. Но почему-то с i3 с 8 ГБ оперативной памяти стоит сразу на 10 тысяч дороже. Сразу, непонятно почему. И еще есть модификации в этом же корпусе с Core i7 и 940 MX. Я не представляю себе, чтобы это охлаждение потянуло такую начинку. Возникают вопросы, а вот именно конкретно эту модификацию я рекомендую к покупке, она великолепна. Большое спасибо за просмотр и до свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.